Всем привет, ребят! Долгожданная Warzone 2 наконец-то вышла и уже почти неделю доступна для всех игроков. Однако оптимизация в игре на данный момент оставляет желать лучшего. Многие игроки жалуются на дикие фризы, лаги и низкие фпс, даже на мощных игровых системах, не говоря уже о средних и слабых ПК. Но несмотря на это, всё же есть способ добиться прироста производительности. Поэтому в этом ролике я покажу вам лучшие настройки графики и как поднять фпс в Call of Duty Warzone 2. Если это видео будет для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и пишите в комментариях, если возникнут какие-либо вопросы, я постараюсь на них ответить. А также залетайте в наш дискорд-сервер группу ВК и Телеграм-канал, где вы найдёте актуальные сборки на оружие, свежеигровые новости и напарников для игры. Ну что ж, погнали! Первым делом нам нужно сделать оптимизацию внутри системы. Для этого заходим в свойства моего компьютера, дополнительные параметры системы, в разделе быстродействия нажимаем параметры, здесь визуальных эффектов оставляем только 3 галочки, как у меня. И не забываем применить. Далее, для тех, у кого меньше 16 гигабайт оперативной памяти, заходим здесь же во вкладку дополнительно, в разделе виртуальная память нажимаем изменить. Здесь мы активируем файл подкачки, который будет использовать ваше дисковое пространство при нехватке оперативной памяти. Снимаем галочку автоматически выбирать объём файла подкачки, ставим размер по выбору системы, нажимаем задать, применяем и перезагружаем компьютер. Далее в поиске на панели задач пишем настройки графики, открываем, нажимаем обзор, ищем файл код в корневой папке игры, переходим в папку ритейл, находим этот файл и нажимаем добавить. Далее выбираем, нажимаем параметры, ставим высокая производительность и нажимаем сохранить. После этого также заходим в папку с игрой, папкой ритейл, правой кнопкой по файлу код, свойства, вкладка совместимость и ставим галочку отключить оптимизацию во весь экран, так как она может снизить фпс и повысить input lag мыши. Нажимаем применить и окей. Далее открываем документы, папка Call of Duty, плеерс, находим файл options 3.code22.cst, открываем его через notepad, здесь листаем в самый низ, и в строке render worker count, в кавычках, ставим число логических процессоров, деленное на 2. Посмотреть это число можно в диспетчере задач на вкладке производительность, вот в этой области. Этот метод использовался еще в первой варзоне, он должен помочь избавить вас от фризов и поднять фпс. Далее для обладателей карт nvidia, заходим в панель управления, управление параметрами 3d, вкладка программной настройки, нажимаем добавить, обзор, папка ритейл и выбираем файл код. После чего ставим вот такие настройки, выделенные черным шрифтом, и нажимаем применить. Системную оптимизацию мы закончили. Теперь переходим в настройки графики. Вкладка экран и здесь все по классике. Видеорежим обязательно ставим полноэкранный, частота обновления экрана в соответствии с герцовкой вашего монитора. Разрешение экрана ставьте также под ваш монитор. Динамическое разрешение мы отключаем, формат экрана можно создать авто. Далее вертикальную синхронизацию мы отключаем, максимальная частота кадров без ограничений. На данный момент это должно помочь избавить вас от фризов. Если вы переустановили драйвер видеокарты или в игре у вас проблемы с текстурами, то выполняем повторную оптимизацию шейберов. Гамма я ставил по умолчанию, яркость на ваш выбор, маскирующую рамку отключаем и HDR тоже отключаем. Далее переходим на вкладку качество, ставим конфигурацию по выбору. Разрешение визуализации оставляем на 100%, масштабирование и резкость. Лично у меня ни одна из этих технологий не повлияла на FPS, но максимально четкую картинку дает FidelityFX CAS. Я рекомендую ставить ее и выкручиваем интенсивность от 70% до 100% на ваш выбор. Кстати технология Nvidia DLSS в чистом виде доступна лишь на видеокартах RTX. Однако есть проверенный способ как активировать эту технологию на видеокартах серии GTX. Если вам это интересно, пишите в комментариях и в ближайшем будущем я выпущу ролик на эту тему. Сглаживание я рекомендую ставить в фильмик, так как разницы в FPS между СМА и фильмик я не заметил. Качество сглаживания устанавливаем на низкое. Масштаб видеопамяти я рекомендую ставить по умолчанию. Далее практически все настройки мы ставим на минимум. Разрешение текстур минимальное, анизотропная фильтрация на низкое. Детализация ближних объектов на низкое. Детализация дальних объектов я поставил на высокое, так как локализаторы неправильно перевели этот параметр. Если вы посмотрите любую настройку, то в выпадающем меню значения расположены от низшего к высшему, поэтому по логике мы ставим высокое значение. Дальность отрисовки деталей ставим короче. Качество частиц мы ставим на высокое, так как на низком значении все искры и эффекты от взрывов становятся пиксельными и это не очень приятно для глаз. Еще одна настройка качества частиц и здесь мы ставим на минимум. Следы пули рисунки на ваш выбор, на фпс оно не влияет. Качество шейдеров ставим на низкое. Киселяция отключаем. Память детализации ландшафта ставим на минимум, лично я разницы не заметил. Отображение текстур по требованию я отключаю, так как это влияет на задержку сети и нагружает процессор. Если у вас мощный процессор и нет проблем с пингом, можете включить эту функцию. Качество отображения ставим на низкое. Качество объемного освещения низкое. Качество непрямой физической модели отключено. Подводные блики мы убираем. В разделе свет и тени я рекомендую все отключить. Также отключаем отражения и динамические эффекты погоды. Nvidia Reflex я рекомендую ставить на включено плюс повышенная громкость. Это позволит снизить задержку мыши. И остальное все тоже отключаем. Переходим на вкладку обзор. Угол обзора я лично ставлю на 115, как и в первой Warzone. В поле зрения прицела я рекомендую ставить зависимое, так как при зависимом поле зрения, с использованием оптики малой кратности, прицел практически не будет трясти за счет меньшего увеличения. Поле зрения для оружия. Это то, насколько будет видно ваше оружие. Ставьте на ваш выбор. Также вы можете выбрать поле зрения при режиме от третьего лица и для транспорта. Все раскачки камер ставим на минимум. Камеру зрителя я ставлю игровую перспективу. На этом все ребят, увидимся в будущих роликах. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не пропустите новые видео.